Здоровье это еще не все, но все без здоровья и ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Метод кинезиоэтейпирования был представлен меру в конце 90-х годов. На Олимпиаде в Сеуле. Широкое распространение этот способ получил в 2000-х, а в России первое учебное учреждение по использованию тейп-лент открылось лишь в 2016-м. За последние годы кинезиоэтейпирование превратилось в универсальный метод физиотерапии, а его применение уже давно вышло за рамки профессионального спорта. Тейпы активно используют восстановительной терапии, ортопедии и косметологической практики. Но неудивительно, что такая быстро растущая популярность разноцветного пластыря привела к появлению множества мифов. С ними будем разбираться сегодня. Наш эксперт Денис Чернов, врач-травматолог-ортопед, член Международной ассоциации специалистов терапевтического тейпирования. Здравствуйте. Здравствуйте. А еще у нас в студии сегодня Наталья Бордачева. Она у нас будет, в общем-то, подопытным, не хочу говорить, кроликом, да, и активным участником программы также. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Что же это все-таки за метод? Ну, давайте начнем с истории образования тейпа. То есть, что такое тейп? Тейп – это специальная ортопедическая лента, ортодинамическая лента. Состоит она из хлопка, из латекса, из разнообразного материала. Но представляет собой неотъемный метод лечения терапевтического тейпирования. То есть, что оно делает? Терапевтический тейпирование – это наука, которая… Имеет лечение, которое подразумевает наложение специальных ортопедических лент, ортодинамических лент на определенный участок тела, на сегмент, на пораженную мышцу, то есть на то место, где мы будем работать, на тот участок тела, с которым мы будем работать с ним. То есть, каждый вид тейпирования подразумевает какое-то определенное заболевание, что мы им делаем. Давайте сначала так. Можно взять какой-то, скажем так, скотч, наклеить его, и это будет то же самое? Нет, он ничего это не даст, потому что здесь мы как работаем? Мы не работаем с самим тейпом основной. То есть, мы работаем им с мышцей, с движением этой мышцы, мы работаем с биомеханикой этой мышцы, с вектором направления. То есть, мы создаем анатомию, мы идем за ней, мы восстанавливаем ее. А почему нельзя создать эту анатомию с помощью любой клеющей ленты? Клеющая лента, она не растягивается. То есть, терапевтический тейп, кинезиотейп, он работает как? То есть, он тянется в длину, он не тянется в ширину. То есть, мы работаем, как создаем вектор направления для мышц. А мышца у нас тянется только в длину. То есть, она не тянется там в ширину. То есть, идет вектор. И поэтому мы создаем как бы дубликатуру мышцы, но сверху кожи. И тейп повторяет работу мышцы. То есть, повторяет, восстанавливает работу анатомию мышцы. С какими проблемами вы работаете? Проблемы разнообразные, начиная от шейного отдела, заканчивая копчиком. Проблемы идут двух характеров. То есть это либо травмы, либо хронические заболевания какие-то. С травмами работаем путем стабилизации сустава, мышцы. И уже потом работаем с самой мышцей. То есть противоотечной терапией, допустим, мы можем работать. Но обязательно мы и фиксируем сустав, и сдаем противоотечное лечение. То есть чтобы была и стабилизация, и убирался отек, уходил. То есть уйдет, соответственно, и боль. И восстановится движение в суставе. То есть если взять хроническое заболевание у пациента, который уже болеет долгие годы, мы работаем здесь с разными проблемами. Основная проблема, с которой сейчас обращаются пациенты, это боли в спине. Спина – это повально у всех. Настольная болезнь совершенно. Да, многие объясняют сидячим образом жизни, но это немножко неправильно. Сидячий образ жизни, он не создает болезнь. Он провоцирует формирование. То есть болезнь, она идет от другого немножко. То есть это изменение анатомии. А изменение анатомии, она меняется человеком самим собой. То есть человек сам меняет анатомию свою. От этого получаются проблемы работы опорно-двигательного аппарата. А основная проблема – это дисфункция мышц. Так как кости, они сами себе не болят, у нас работает с этим совсем мышца. У нас мышцы заставляют двигаться кости. И вот когда у нас проблема идет с проблемой, допустим, спины, когда человек обращается, говорит на доктор, у меня болит спина, не могу ни нагнуться, ни разогнуться. Когда приходит он к неврологу, врач неврологом, конечно, назначает противовоспалительное лечение, физиотерапию, массаж. Это все хорошо, но и на это неэффективно. Почему? Потому что нет восстановления анатомии. Пациент проколол нестероидные противовоспалительные препараты, проделал курс массажа, сделав физиотерапию. Но так как это не помогло ему, он потом дальше ищет доктора, пытается найти, кто ему поможет. И когда вот этими лентами, то есть тейпирование мы делаем, объясняешь пациенту, что нужно сделать, как согнуться, как разогнуться. Только потом мы уже накладываем тейп на мышцы, на этот участок тела. Когда пациент уже поднимается в исходное положение, мы просим ему полежать минут 20. За это время мы делаем либо иглорефлексотерапию, либо физиотерапию, волновую биомеханику на аппарате мы делаем. То есть должно пройти минут 20, чтобы тейп начал работать. То есть ему нужно время, которое он запустит мышцу в работу. Мы и работаем, то есть когда мы работаем с мышцей, мы не работаем самой с ней, с основной. Мы работаем с ее движением. Когда мы восстановили движение мышцы, мы потом делаем пациенту реэдукацию. То есть мы переучим работать мышцу. Мы затейпировали ее, прошло какое-то время, мы сделали реэдукацию, и мышца уже работает по-другому. И когда мы отпускаем пациента на какое-то время после лечения, должно пройти дней 5-6, обычно проходит это. Пациент, когда приходит к нам, мы его спрашиваем, что произошло за эти дни. Как было самочувствие у него, какие-то были изменения у него в движении, в опоре, то есть были боли. И когда он нам говорит, что у него боли прошли, движение восстановилось, он стал стоять ровнее. То есть это показать к тому, что это работает. И мы на самом деле этим лечим. Хорошо. Есть понятие кинезиологическое тейпирование, есть понятие терапевтическое тейпирование. Это разные какие-то вещи? Это две большие разницы. Кинезиологическое тейпирование, оно фиксирует мышцу, либо сустав на короткое время, на время тренировки, на время выступлений, на время соревнований. После этого тейп снимается, он не несет терапевтических эффектов никаких, он не лечит. То есть он создал поддержку мышцы, создал поддержку сустава. Сделал спортсмен свои требования и снял. Все. Больше ничего нет от этого. Терапевтическое тейпирование. Это и наука, это и лечение. То есть терапевтическим тейпированием мы добиваемся восстановления работы мышцы. Мы снимаем воспалительные процессы. Мы улучшаем кровоснабжение, лимфоток мы улучшаем, восстанавливаем структуру движения сустава. И самое основное, что мы делаем, мы восстанавливаем анатомию пациента. Так как не восстановив анатомию пациента, мы можем с ним очень долго и биться, и лечить его, пытаться разными способами. Но у нас не будет хватать последнего штриха, который все завершит. Наталья, подключайтесь к нашему разговору. Скажите, пожалуйста, как давно вы познакомились с этим методом на себе? Около месяца назад. С какой проблемой пришлось обратиться? Проблема у меня возникла еще год назад. У меня заболела очень сильно нога и поясница. После долгих походов по врачам я добралась до Дениса Анатольевича. Вы услышали о методе или это как-то случайно просто дорожка привела? Случайно. Просто вот знакомая. Хорошо. А как вот вы отнеслись, ну, может быть, первый раз к тому, что вот такой есть метод? Тем более у вас уже год. Сначала скептически я к этому отнеслась. Но с первого сеанса у меня сразу появились результаты. Какие? Я была просто очень сильно удивлена. У меня уменьшилась боль. И в ноге она как-то опустилась. С поясницы просто осталась в ноге. А потом становилось все лучше и лучше. С каждым разом. Вы имеете медицинское образование, да? Да. То есть это, видимо, говорит о том, что на веру вы вряд ли что-то могли воспринять. И, наверное, пытались как-то разобраться вообще, как это действует. Да. Я вообще прошла много врачей, много специалистов. Я и бассейны, и все это, и мануалов много я прошла. Но ничего не помогало. Поэтому у меня немного появилось разочарование в нашей медицине. Вот так вот. Да. И поэтому я уже начала искать что-то другое. Ну, поскольку нашли, значит, разочарование должно исчезнуть, наверное, было. Теперь оно исчезло. Хорошо. Ленты бывают разные. Наверное, не только по цвету и по ширине, да? Вообще, как вот выбирать сам тейп? На самом деле, тейпы, они, в принципе, все одинаковые. У них есть только... То есть структура сама одинаковая. Да. То есть тейп изобрели, его, все, он один. То есть там меняется либо подложка, на которую наложена ткань, бумага, либо... Да, можно показать, кстати, уже. Вот обычный тейп. Вот, например, да? Да, сейчас откроем, покажу. То есть вот тейп, он обязательно должен быть всегда в коробке, упаковке, защищенном целлофаном для того, чтобы... Ну, то есть он хранится, как обычный пластырь. То есть он не подвергается ни солнечным лучам, ни перемораживанию, потому что у него потеряется клейкая структура, и он перестанет просто работать. Сам тейп, он стоит вот, то есть это бумага и материал, с которым он состоит. Для простоты работы здесь всегда используются либо линейки идут, то есть либо клетки. То есть клеточка, вот это получается, это базовое деление, то есть пять штучек таких маленьких клеток составляет базу одну. Когда мы тейпируем, мы же не всегда... Его нельзя, то есть их нельзя сразу приготовить заранее, нарезать их тоже нельзя, потому что анатомия пациента, тело разное, и нельзя угадать, какой пациент будет. Поэтому, когда пациент приходит, мы сначала с ним делаем мануальные коррекции, какие-то корректируем его сначала, а потом только уже вот именно накладываем, как пролонгируем действия лечения, уже тейпирование делаем. Мы смотрим, что нам нужно, замеряем определенный отрезок, вырезаем его определенную форму, которая нам нужна, то есть для определенного вида лечения, И только потом уже накладываем его. Цвета тейпов не несут никакой разницы. Ни от чего не зависят. Это просто тот маркетинговый ход компании, который выпускает их. Ну и для врача просто можно выделить какие-то зоны. То есть пациенту показать, допустим, когда мы делаем на спине тейпирование, мы делаем противоотечное и стабилизирующее. То есть две полоски можно сделать одного цвета, а среднюю полоску можно сделать другого цвета. Потому что одни приобретут лифтинг-гармошку эффект, а другой будет ровненький, гладкий, хороший тейп. Но у вас, кроме самих тейпов, здесь всякого инструментария много, да? То есть что-то еще требуется, получается? Вы даже говорили, что какие-то специальные ножницы. Да, обязательно должно что-то быть у специалиста, который занимается этим делом. Потому что это, во-первых, нужно для упрощения работы специалиста. Ножницы, да, ножницы должны быть обязательно определенные. То есть необычные канцелярские не подойдут сюда. То есть определенные ножницы для тейпа, которые разрезают его, не создавая каких-то препятствий для разрезания. То есть мы разрезаем его, он спокойно разрезался и в эту сторону, и в эту сторону. То есть не испытываем никаких затруднений при резке тейпа, нарезании его. Также формы различные. Что еще нужно? Для лучшего эффекта лечения, потому что, допустим, работаем с детишками, проблема одна всегда. Во-первых, тяжело наложить, потому что они вертиц кривляются. Ну ладно, мы наложили его. Вопрос, когда снимать. Обычно взрослым пациентам мы говорим, ребят, через 5-6 дней сами снимаете, либо я сниму сам. Вместе с кожей. Вот, вот поэтому, чтобы этого не было, мы используем вот такой вот ремовер. Мы ремовером нанесли несколько слоев, побрызгали, и потом сам тейп снимается. То есть мы не испытываем затруднения. Во-первых, не травмируем кожу, а во-вторых, не задаем болевой синдром. При снятии тейпа, не отдираем его с волосами, с кожей. Но перед тейпированием обязательность мужчины, допустим, там с большими волосами на покров, мы всегда подбореваем. Бывает и женщин. Я думаю, что проще всего было бы нам понять и представить это, если бы вы могли что-то показать, тем более, что у вас рядом сидит пациентка, ну, например, хотя бы какую-то область, и с какой целью, да? Давайте начнем, наверное, с самого доступного. То есть, допустим, возьмем лучезапястный сустав. Много больших проблем сейчас у людей возникает в том, что работа с мышками идет, с компьютером. Туннельные синдромы, карпальные, кубитальные, то есть лучевые нервы поражаются у нас. Вот от чего болит это. Да, то есть заболевание лучезапястного сустава, либо смещение. То есть, женщина поднимает тяжелую сумку, при подъеме немножко смещает сустав. Вот, а не должна. Не должна, да. Это идет не из-за того, что нестабильные суставы, а из-за того, что резкий подъем, и сустав просто не выдерживает нагрузок. Что при этом мы делаем? Мы просим пациента. Сначала мы, соответственно, тестируем сустав на наличие повреждений, на наличие подвывиха. Ну, рентген никакой не требуется для этого. В данном случае нет. Здесь, если проблема серьезная и свежая, она будет очевидной. Болевый синдром пациента будет сразу. Конечно, да. То есть, во-первых, отека нет, гиперемии нет. Мы визуально видим, что сустав хороший, мы можем с ними работать. Просим пациента руку положить вот таким образом. Вот таким вот, да. Замеряем отрезок тейпа. Вот так вот. То есть мы замерили его. Ничего, Наташ, синий-синенький подходит вам по имиджу? Прекрасно подходит. То есть обязательно, когда мы вырезаем, мы складываем его таким методом, потому что если мы сможем так его, он будет скользить, и мы просто не попадем в границу тейпа. А здесь он шероховатый, он сам себя фиксирует. Всегда обрезаем кончики тейпа для того, чтобы края не замахрялись. Просто потому что линии где-то задевать будут, они просто замахряться, будет пыль, которая будет попадать, будет некрасивый след составлять. А сколько максимально долго носит? Пять дней. Задача тейпирования такая, что мы затейпировали пациента, мы отпускаем его, то есть мы дальше не вмешиваемся в процессе лечения, нам не нужен ежедневный контроль пациента. Но можем созваниться, если уж сильно хотим зафиксировать что-то для себя. А так, пять-шесть дней пациент ходит, гуляет, живет полноценной жизнью. Просим. Вот сейчас мы что делаем основное? Мы создаем движение. Мы не просто затейпировали, так наложили все его, как кинезиотейпирование делается. Мы работаем именно с этим. Мышца, условно говоря, в сокращенном состоянии сейчас. Да, мы ее заставили работать. Отрываем ленту. Тейп стоит из трех частей практически. То есть это якоря, который будут держать, и рабочая зона база. То есть мы сначала всегда накладываем якорь, чтобы он уже зафиксирован был, и здесь якорь мы тоже накладываем вот таким образом. Затем просим пациента растянуть и мышцу, и вот таким движением мы ее. Уже растираем. Здесь у тейпа вклей термоактивный. Используется, то есть он работает от тепла. Многие пациентки иногда после души уходят, доктор, а можно мы феном посушим? Я говорю, нельзя, потому что он от тепла еще больше разогреется, и потом мы не снимем вообще. То есть мы сейчас сделали, создали вектор направления и работу мышцы. Теперь мы будем фиксировать сам сустав, чтобы и тейп не отклеивался с этих границ, и сустав сам был еще зафиксирован. То же самое здесь. Мы уже отклеиваем здесь сначала рабочую зону. Просим приподнять ручку чуть-чуть. И стабилизируем уже сам сустав. Для того, чтобы у него была поддержка от вторичных травм. Тоже так же разогрели. Вот это и есть лечение именно лучезапястного сустава. Пациент, когда будет сгибать его и разгибать, то есть будет здесь создаваться эффект лифтинга, кровоснабжение будет поступать нормально к суставу. То есть сустав будет питаться кровоснабжением, уже он не будет холодным. И пациенту будет гораздо легче, он будет уже не испытывать кровосиндром, и у него становится движение в суставе самому. То есть у него будет амплитуда движения, будет полноценной. Скажите, пожалуйста, несет ли какую-то опасность неправильное наложение тейпа человеку? Ну просто вот взял, вот он думает, что он умеет. Я понял. Сейчас очень много стало пациентов, которые занимаются самотейпированием. То есть считаю, что они сами смогут сделать. Я сейчас повторяю, то есть терапевтическое тейпирование – это метод лечения. Это не просто взять ленту и наложить самого себя и ждать какого-то эффекта. Во-первых, пациент не обладает навыками, что нужно делать. Он не знает анатомию, с которой нужно работать. Навредить сам себе он сильно особо не сможет, потому что он не может создать работу неправильную. То есть он может максимум, что сделать, просто потратить деньги впустую и разочароваться в методе лечения. Вот и все. И потом, когда он сейчас будет слышать о терапевтическом тейпировании просто, или о тейпировании, он скажет, что это ерунда, это не помогает. Поэтому у нас приходит именно путаница у пациентов с этим делом. Мы уже, в общем, поняли, что метод не только для спортсменов, а, в принципе, вообще для любого человека. Ну, вообще для спортсменов мы используем один вид тейпирования. То есть, допустим, мы там больше фиксируем, заставляем работать с мышцами. Потому что спортсмены, они живут с этой болью, в принципе, всю жизнь своей. Они спортсмены, у них постоянно травмы какие-то есть хронические или уже там, или острые. Мы восстанавливаем ему движение, чтобы он смог выполнить функцию и задачу тренера. То есть функцию как спортсмена, задачу тренера. Он пробежал, выполнил момент, потом снял тейп, и все, ему ничего не нужно. Дальше он живет полноценной жизнью. С клиническими пациентами, с обычными, здесь ситуация сложнее. То есть мы работаем уже с хроническими заболеваниями, которые уже долгие годы формировались. Они уже приобрели хроническую стадию, либо стадия ремиссии, нестойкая, там, обострение сезонное. Здесь уже другие виды лечения. То есть там разные заболевания, с которыми мы подходим и делаем лечение с ними. То есть это и остеоартрозы, и остеохондрозы, и миофстальные болевые синдромы тоже разные. Стандартные проблемы. То есть это шейный отдел, поясничный отдел, позвоночник. То есть это все мы лечим. Но не одним только тейпированием лечим. То есть сначала обязательно мы делаем мануальные коррекции мягкие. То есть мы делаем там висцер-мануальную терапию, что-то из прикладной кинезиологии. То есть мы работаем обязательно с самим пациентом сначала, а потом только тейпируем уже, как пролонгируем, и мы добавляем вид лечения уже. То есть не вводя его как основной. Это вспомогательный метод, который нам помогает работать. Давайте теперь с мифами поразбираемся. Вот один из них. Кинезиотейпирование – это бездоказательный метод. Ну, я тут не соглашусь, потому что кинезиотейпирование и терапевтическое тейпирование само по себе. Оно доказательное. В 1973 году Кензо Кассе его изобрел. То есть это японский врач, который изобрел этот метод лечения, запатентовал все это дело. И начал этим работать. То есть он создал свою ассоциацию специалистов кинезиотейпирования. Туда вошли Великобритания, США, Канада, Испания, Португалия и ряд других стран, которые уже ввели метод тейпирования в клиническую медицину. То есть они доказали эффективность этого метода и ввели в страхование. То есть пациент, который находится в больнице, ему по страховке положено, и это ведь лечение тоже. Он очень широко используется в Европе. И вообще в Европе он считается очень дорогостоящим видом лечения. И там как бы у пациентов есть такое негласное понятие. То есть если у пациента сильнее выделяется тейп, и чем длиннее он наложен, тем он более обеспечен. Потому что пациенты, у которых меньше денег, они не могут позволить себе от лечения, заплату сделать. Очень дорогостоящий. А в чем дороговизна этого метода? Так вот визуально, честно говоря, непонятно. Может быть потому, что он вот сейчас новый и раскрученный, и о нем говорят. Да ну нет, почему дорогостоящий? Потому что тут же не то, что дороговизна лечения, а то, что сам тейп дорогой. То есть приходится, это южнокорейское производство, либо Германия производит, либо Франция. Их приходится заказывать оттуда и ждать их, пока они придут, во-первых. То есть это время. Нужно закупать большими упаковками, большими коробками, чтобы они всегда у специалистов были под рукой. Сейчас данный момент академии, который... Наши предприятия еще пока не производят, да, российские? Производим. Производим. Вот это тейпы, которые выпускаются в России у нас, это собственное производство. Тейпы ничем не отличаются от аналогов, допустим, там, южнокорейских, даже в чем-то и лучше, потому что здесь клей идет менее агрессивный. То есть это своя собственная разработка, которая есть там в наличии в Москве, их можно взять, заказать и не ждать там неделями. Еще миф. Собственно, мы уже об этом проговорили, о том, что цвет имеет значение. Просто нет. Цвет передачи не несет никак. Для детей, чем ярче, чем там... Есть детские тейпы с рисунками, для них, да. Для них, чем красивее, тем лучше. Тем, соответственно, они меньше снимают, они дорожут. Тоже лечебный эффект, да. А следующий миф – тейп вызывает привыкание. Тейп не вызывает привыкание ни к чему. Почему? Потому что у него нет медикамента. У него нет того, что может вызвать привыкание. То есть нет никакого медикаментозного у него содержимого. То есть там у него нет ничего абсолютно. Другие виды для лечения, они вызывают привыкание психологическое и фармакологическое. Медикаментозное. Тейп не несет привыкания никакого абсолютно. То есть им можно пользоваться, можно не пользоваться. Но я еще раз говорю, то есть привыкание в чем может вызвать? То, что периодически необходимость тейпирования. Когда пациент приходит, говорит, слушай, вот у меня спортсмены есть, пациент, они говорят, затейпируй меня просто так. Говорю, болит что-нибудь. Говорит, не болит, просто затейпируй. Я там через две недели играл, или через неделю играл. Я говорю, обычно придешь перед игрой, затейпируй и иди играй на здоровье. Зачем? Для того, чтобы просто помочь травмированной мышце или травмированному суставу избежать дополнительных нагрузок, которые возрастают при тренировке или при игре, неважно какой вид спорта, и создать поддержку сустава или мышцы. Скажите, пожалуйста, какие пациенты от и до, вы уже сказали, что все равно с детского возраста, до которого, как правило, врачи всегда отказываются от возрастных пациентов, говорят, что это уже возрастное, это уже ничего сделать невозможно. В каком возрасте не стоит уже обращаться к таким методам? Я понял. На самом деле так часто бывает, но это немножко неправильно, некорректно. С стороны доктора, во-первых, тут нет такого, что нельзя, допустим, помочь кому-то. Мы можем либо сами, если мы не можем сделать, мы можем перенаправить к какому-то доктору, который будет с ним заниматься. Терапевтическим тейпированием у нас нет ограничений возрастных никаких. Мы работаем с момента рождения ребенка, когда там вызываются контрактуры, параличи различные, разнообразные, дети ДЦП. То есть с момента рождения. Вот ребенок родился, на пятые сутки мы можем, в принципе, накладывать тейп уже у него. Возрастных ограничений потолка тоже нет. У меня есть пациенты 80 лет, которых мы тейпируем. То есть пока пациент двигается, мы с ним работаем. Часто ли вы слышите, не встречаете недоверие к методу? Потому что, ну, на самом деле, так вот просто я сижу, слушаю, поверить просто так сложно. Вот если только Наталье на слово, конечно, да. Недоверие пациентов изначально было, когда только я пытался внедрять метод лечения, это у нас в Самаре. То есть главное доказательство – это результаты? Главное, для пациента самое главное что? Вот пришел пациент ко мне, у него очень сильно болит спина, он не может ни согнуться, ни разогнуться, ни повернуться, не может, шея не поворачивается. Ему не надо ничего доказывать, ему нужен результат. То есть мы поработали с ним, там, да, все, массажники, техники, мануальные коррекции. Затейпировали, и прошло 10-15 минут, и когда он начинает выполнять какие-то манипуляции, какие-то движения, которые он раньше не мог сделать, это лучше доказательство для него и для меня. Мы никому не собираемся доказывать, что это метод лечения, работает или не работает. Нам самое главное, чтобы это была помощь пациента, который они, на самом деле, видят для себя и понимают, что это лечит. То есть это не эффект плацебо, не психосоматика ни в коем случае, то, что на самом деле работает. Спасибо большое, дорогие друзья, что пришли к нам в студию и поговорили о таком интересном, на самом деле, методе. У Гиппократа есть хорошее высказывание. «Жизнь коротка, путь искусства, долог, удобный случай, скоро приходящий, опыт обманчив, суждение трудно». Поэтому не только сам врач должен употреблять дело все, что необходимо, но и больной, и окружающий, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности. Так что работайте в тандеме и не бойтесь нового. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин